Здравия желаю, ребятки. Это вторая часть биографии классов ТФ-2, и тут я, естественно, расскажу про солдата, но сначала чуть рекламки. Внизу в комментах я оставил ссылочку на одну крутую группу про Атим Фортресс, ТФ-2 Тайм, тут куча артов, мемесов и прочего, а также тут будет выходить ссылку моих видео о биографии классов. Позывной. Джон Доу. Место рождения. Средний Запад, США. Биография. Не был принят ни в один вид войска американской армии, но из-за желания участвовать во Второй мировой, отправился в Польшу и обучился обращению с разными видами оружия. Награждён сам собой медалями, разработанными им же. Убийство он прекратил в 1949 году, когда узнал, что война уже кончилась. Солдат очень заботится о своей безопасности, об этом можно узнать из комикса «Война», когда агент Хейлин подходит к убежищу Джона. Также он ненавидит, когда его называют гражданским и не любит коммунистов, ну, как и все американцы. Солдат, скорее всего, получил образование юриста и... или адвоката... спайкрап его знает. Об этом можно догадаться из-за того, что в суде он является адвокатом, а под некоторыми вещами солдата есть комментарии юриста. В комиксе «Крушение Гродбарта» нам показывают выдуманных друзей солдата – солёного пита, стального глаза и перчёного пита. Джон уже давно живёт с маразмусом, в комиксе «Бомбы на Микон», а в комиксе «Обречены на сожития» Доу выселяет маразмуса из-за его замка. А Джон встречается с сестрой пулемётчика – Жанной. Также у меня есть одна теория. Скорее всего, солдат был сильно ранен или контужен во время боя и признан мёртвым, так как именем Джон Доу называют «неопознанные трупы» в военном жаргоне. Это также объясняет его странное поведение. Солдат, очевидно, очень отбитый и глупый персонаж, но зато он полон самого отборного и качественного аутизма. Продолжение следует...